всем привет с вами кекс и сегодня хочу развеять миф о том что макарон можно сделать только из миндаля я эти макарон делала из грецкого ореха в принципе можно сделать из фундука будет просто безумно вкусно вот я эту часть хотела показать именно для того чтобы вы видели что получается такие же красивые макарошки очень вкусные может кто-то не любит миндаль поэтому обязательно попробуйте для начала я хочу высушить орех и почистить его от шкурки он когда подсушены уже отлично отшелушивается эта шкурка вы видите он у меня стал беленький весь красивый то есть ну нам надо чтобы было без шкурки можно в принципе и со шкуркой но это зависит качество макарон теперь я буду измельчать орехи в блендере на больших оборотах но на короткое время буквально вы видели я там 5-7 секунд и все и перестала взбивать иначе у нас начнет от орехов отделяться масло поэтому долго взбивать нельзя и поэтому же мы взбиваем маленькими порциями я буквально горсть вкинула чуть-чуть не поработать теперь я пропускаю сквозь сито отсеивается сразу именно мука которая мелкая и и останется немножечко от того что покрупнее кусочки у нас их мы обратно возвращаем кухонный комбайн добавляем туда же опять горсть орехов и так по кругу и просеиваем каждый раз сквозь сито для того чтобы у нас именно отсеялась мука вот у меня остались частички что покрупнее и вон у меня отсеялась уже именно мелкая мука и вот возвращая я добавляю горсть орехов и обратно эту всю процедуру заново и буквально так за четыре раза у меня где-то было двести пятьдесят там грамм орехов я переколотила их и сделала вот мелкую такую вот муку остальные кусочки что у меня остались покрупнее я их добавлю в шоколадный ганаш который я буду использовать для наполнения своих макарон теперь в эту крошку ореховую этой крошке у нас должно получиться 200 грамм и сейчас сюда я буду добавлять 200 грамм сахарной пудры пудру тоже нужно пропустить сквозь сито для того чтобы не было комочков удобно она растиралась и никакого не дай бог мусора не попало эти макарон имеют некий своеобразный привкус грецкого ореха некоторые больше даже любят его все же от запаха грецкого ореха вы никуда не денетесь точно так же как и миндальные орехи пахнут свои совсем по-другому то есть любой другой орех будет пахнуть по-другому но получается тоже безумно вкусно особенно учитывая то что у меня был именно темный шоколадный ганаш внутри опять же с грецким орехом с крошкой получилось просто безумно вкусно очень интересно и некоторым понравились они даже больше чем на миндале особенно хорошо это тем у кого дома допустим растет грецкий орех или родственники передали что он вам не нужно покупать этот дорогущий миндальный орех а тем более возиться и вот чистить измельчать и тому подобное потому что миндальную муку не каждый из нас может найти теперь нам нужно белок яиц пропустить сквозь сито можно его также было отделить и поставить в холодильник накрыв пленкой сделала пленкой несколько дырочек и пускай так постояли бы дней пять-семь в холодильнике тем самым бы они состарились и стали более жидкими но у меня на это времени никогда нет макарон обычно если захотелось только сейчас поэтому я буду состаривать белки таким вот методом я их буду пропускать сквозь сито нам нужно белок от пяти яиц среднем потому что у нас еще останется небольшая часть белка в сите которая не проходит сквозь него анатолия более густая но в общем она не хочет проходить сквозь сито или от четырех больших яиц у меня были крупные яйца поэтому я использовала четыре вы рассчитываете что в среднем нам нужно чтобы получилось где-то 150 грамм белка по 75 грамм мы добавляем не взбитыми просто нашу орехово-сахарную смесь и перемешиваем перетираем эту смесь вначале она покажется густоватой но сахарная пудра начнет таять и смесь станет более жидкой податливой и хорошо растирается лучше всего конечно здесь воспользоваться именно вот такой вот лопаткой а остальные 75 грамм белка мы будем взбивать и будем заваривать их сахарным сиропом типа итальянской меренги это нужно для того чтобы наш белок был более устойчивым с ним было удобнее работать наши макароны не поплыли при расстойке то есть самый удобный вариант именно такая меренга поэтому я сюда возьму 80 миллилитров воды и 200 грамм сахара поставлю это все добро на огонь и после закипания начну взбивать свои белки мне эту смесь нужно довести до температуры 118 градусов или до пробы на мягкий шарик кому как удобно у кого нет градусника пробуйте на мягкий шарик вот моя смесь уже там закипала закипела и я могу начать взбивать свой белок белок я добавила щепотку соли для того чтобы он лучше взбивался и после того как он сбился он еще довольно мягкий потому что он без сахара не будет у вас твердые пики начиная тоненькой струйкой вливать сахарный сироп тем самым заваривая белки после того как мы ввели последнюю часть сиропа белок надо повзбивать еще где-то минут пять чтобы он так хорошенько подостыл стал более плотным и такую текстуру довольно упругую принял я вам сейчас постараюсь показать то есть это не сырой белок а получаются именно вот такие вот пики как там говорят клювики чтобы у вас так получались и хорошо тянулись и стояли при этом не падали и теперь частями нужно ввести белковую массу нашу орехово белковую вводим частями для того чтобы белок у нас не опал не осел и наша смесь была однородной я буду украсить свою смесь двумя цветами поэтому буду после уже добавления всей части белка делите ее на несколько частей но если вы планируете добавлять краситель какой-то один то советую сделать это сейчас тем самым он и хорошо распределиться у вас в этой смеси и уже покраситься и вы будете перемешать и видеть текстуру вашу общую вам нужно добиться чтобы она была не сильно жидкая потому что когда у вас будут стоять и сушиться макарончики они у вас могут поплыть если будет очень жидко и подклеиваться друг с дружкой и не очень густую чтобы они тоже у вас получились не высокими безе а именно такими плоскими макаронин коми текстура должна быть такой густой спадающей ленты такой широкой не должно у вас там течь оно как вода оно не должно плыть я буду здесь красить и сухим красителем и жидким красителем поэтому девочки кто спрашивал можно макарон красить и сухими и гелевыми красителями я просто не захотел чтобы у меня был прям зеленый зеленый как елка макарон поэтому добавила туда еще капельку голубого красителя для того чтобы он такой чуть-чуть оттенок другой придал у кого будет сухой краситель вы перемешайте пару раз отставьте на пару минут и потом еще раз перемешайте сухой краситель да хорошо растворится у вас и вот такой вот у меня еще пастообразный краситель этот у меня будет нежно фиолетовый такой он размешивается тоже довольно хорошо можно уже дальше отсаживать наши макаронинки на противень массу я перекладываю кондитерский мешок с насадкой где-то круглой 0 9 1 сантиметр где-то вот так мне удобнее всего это для макаронина которая получится у нас где-то сантиметра 4 диаметра это самая стандартная макарон отсаживаем их на расстоянии для того чтобы они у нас не приклеились друг дружки когда я отсажу свой макарон несколько раз хлопните противнем чтобы они расплылись оставьте их минимум на час я советую оставить их чтобы они подсохли хорошо и корочка не липла к рукам и потом их в духовку на 12-15 минут при температуре 140 градусов и после того как вы откроете духовку попробуйте что шляпка у вас не ездит по ну не шатается уже можно вынимать наши макаронинки дать им хорошенько остыть сняв их с противня и можно уже соединять я сделала обычный шоколадный ганаш растопив шоколадный и добавить туда сливок добавила туда ореховую крошку которая у меня осталась после моих орехов и теперь абсолютно спокойно начиняю свои макаронинки и будем их пробовать они очень вкусные получились очень пышные вот и я бы даже не сказал что они там особо отличаются чем-то от миндальных макарон обязательно попробуйте это может быть у вас пробный заход перед миндальными макарон так что если вдруг что не ясно обязательно спрашивайте в комментариях постараюсь все ответить подписывайтесь на мой канал ставьте пальчики вверх и рекомендуйте мое видео друзьям а с вами был кекс до новых встреч пока пока